Египет начал масштабную военную операцию против отрядов изламского государства на Синайском полуострове. На остальной территории страны службы безопасности ищут пособников террористов. Что любопытно, египтянам помогают израильтяне. Сергей Остендер расскажет все подробности. Для проведения операции Каир сосредоточил на Синае колоссальное количество войск. Сотни танков и бронемашин, тысячи солдат, внушительная группировка авиации, артиллерии. С моря действия сухопутных войск прикрывает египетский флот. Главная цель операции уничтожение Виала-Айад-Синай или провинции Синай, группировки связанной с ИГИЛ. Операция началась с мощных ударов с воздуха по базам и позициям террористов. Авиация загоняет боевиков в ущелье, а там их преследуют танки и пехота. Одновременно по всей территории страны службы безопасности проводят массовые облавы и аресты сторонников халифата. Но основные события происходят, конечно, на Синае. Чем он важен? Он находится на перекрестке между Азией и Европой, между Азией и Африкой. Поэтому все те контрабанда и оружие, и рабов, и наркотиков, все это идет оттуда и поддерживает финансово ИГИЛ. Война на Синае с переменным успехом идет уже примерно пять лет. С тех пор, как халифат стал терпеть поражение за поражением в Ираке и Сирии, он стал перебрасывать своих боевиков в Египет и там вербовать сторонников. На Синае сразу участились нападения на армейские посты, теракты против государственных учреждений, против полицейских. И отдельные действия армии успеха, увы, не приносили. Поэтому Каир решил покончить с ИГИЛ одним ударом. И для этого Иерусалим дал ему особое разрешение на ввод на Синай тяжелой бронетехники. Согласно мирному договору между двумя странами это было категорически запрещено. Но выяснилось, что Иерусалим не просто разрешил ввод техники Египту, а еще и помогает ему в борьбе с террористами, делится разведданными. А авиация еврейского государства регулярно наносит по террористам мощные удары. Тем временем в Сирии продолжаются боевые действия. Оттуда поступают тревожные известия о многочисленных потерях среди гражданского населения в результате ударов сирийских и российских ВВС. Вот в частности ООН сообщает, что в результате последних ударов российских военных погибли около 200 мирных жителей. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.